Жительница села Бердычи Алина Маскаленко нуждается в дорогостоящей операции. Девушки с диагнозом ДЦП могут помочь в зарубежных клиниках, однако денег на операцию семьи нет. На фоне бесконечных стрессов у ее матери начались психические расстройства. Чтобы обеспечить родных лечением, отец Алины был вынужден продать квартиру. Александр Певтьев продолжит. Вот она разговаривается. Морская свинка и щенок – единственные друзья Алины. В селе Бердычи девушке с диагнозом ДЦП пойти некуда. Она пытается ухаживать за животными, однако ноги едва слушаются. Курсы реабилитации и все остальное до какого-то определенного времени. Пока я была в интернате, это как бы проходилось, а сейчас этого нет. Но очень тяжело своими силами. Отец Алины рассказал, чтобы оплачивать лечение ребенка, продали городскую квартиру и перебрались в село. У девочки начались эпилептические припадки, а сам Сергей попал в ДТП. На фоне стрессов не выдержала нервная система супруги. У женщины начались психические расстройства. И мама, и я, и Алина, они обе сейчас требуют постоянного ухода. Я не могу даже не отлучиться, ничего. Все время должен быть с ними. И я не могу. У меня уже просто нет возможности. Я уже не знаю, откуда брать деньги. Сергей Викторович вспоминает, врачи пророчили смерть его дочери еще 10 лет назад. Однако ребенок выжил. Чтобы полноценно двигаться, ей необходима серьезная операция за рубежом. Головной мозг не управляет движениями, вот эта координация движений, вестибулярный аппарат не уравновешен. То есть это сейчас делают с помощью имплантов. То есть вот эти восстанавливают разорванные связи. Ну, в Германии-то стоит операция 100 тысяч евро, в Израиле 50, и самое дешевое в Санкт-Петербурге 30 тысяч. А пока Алина мечтает о самостоятельной жизни и хочет стать опорой для родителей. Быть здоровой такой, как все, и чтобы все были счастливы, хотя бы мои родные. И чтобы была какая-то уверенность в том, что все будет хорошо. Александр Певтьев, Сергей Зленко, Владимир Пельгук, телеканал Донбасс. Те, кто хочет помочь семье Москаленко, могут найти их реквизиты в соцсетях. На страничке телеканала Донбасс ВКонтакте и Фейсбуке. Субтитры создавал DimaTorzok